Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от Адая». И с вами я, актер Владимир Ямненко. Дорогие друзья, хочу всех вас поблагодарить, потому как подписчиков у нас уже стало более 600 тысяч. И это все благодаря вам. Дорогие друзья, ну, знаете банальные вещи, подписывайте и дальше своих друзей, знакомых, родственников, всех-всех-всех-всех. Пусть подписчики растут. И хочу, конечно же, поблагодарить вас и пожелать вам здоровья. А вы сами знаете, что здоровье, оно непосредственно связано с хорошим настроением. А где получить хорошее настроение? Конечно же, на нашем канале. На других? Попробуйте, пойдите, получите. Все равно вернетесь к нам за хорошим настроением. Поэтому здоровья, крепкого вам здоровья и счастья. А мы начинаем. Подъезжает шикарная машина. Из нее выходит молодой человек, заходит в кафе и замечает за столом девушку. Он подходит к ней и говорит, боже, какая вы шикарная. Как вас зовут? Она говорит, меня Сара. Говорит, Сара, вы просто прелесть. Она говорит, и я вообще-то за... Говорит, слушайте меня, Сара. Я вам предлагаю. Поехали сейчас со мной. Мы заедем в ювелирный магазин, купим драгоценности. Она говорит, вы понимаете, я за... Она говорит, а затем заедем в магазин шуб, выберем вам хорошую шубку. Поедем с вами круиз по Средиземному морю. Заедем с вами в Испанию, в Италию, в Португалию. Я прошу прощения, а вы замужем? Она говорит, уже нет. Тюша вышла с хаты, взяла велосипед и смотрит, что-то цепочка спала. Она там, давай регулировать, поправлять. Что ж, эту цепочку, когда зять выходит, говорит, ма, а что вы велика взяли? Та хочу на кладбище съездить. Тю. Ма, а кто велосипед назад привезе, а? Дорогие друзья, помогайте людям, которые оказались в беде. И знайте, они всегда вас будут помнить, когда опять окажутся в беде. Соседы рассказывают, говорят, в прошлом году поехал на море. Ну и, как бы, возвращаясь с моря, думает, что привезти детям такого с моря. Поймал медузу, положил в баночку, налил туда соленой водички, закрыл. Ну, думает, покажу детям, вот какая медузка существует. Ну, и, говорит, едем в поезде, медузка сдохла. Ну, и решил проверить, открыл баночку, запах такой ужасный. Куда ее девать? Открываю, говорит, окно и ляп ее туда в окно. Ну, вышел в тамбор перекурить, когда там двое уже стоят курят. Это один говорит, говорит, представляешь, ну, думал, прямо купе покурить. Открыл окно, только рожу туда высунул. Как харьканет кто-то, прямо в харю вот так вот залепил всю харю, блядь, все ебал. Говорит, фу, и такое вонючее. Ну, вот что за люди ездят, а? Друзья, специфика современного бизнеса в том, что производить колбасу во много раз выгоднее, чем картон. А ингредиенты одни и те же. Дорогие депутаты, ну, скажите честно, вам не стыдно? Ну, скажите, ваша теща, ваша теща обеспечивает вашу семью, дает вам кататься на своих джипах, дает вам жить в своих коттеджах, руководит нефтяными, газовыми, строительными компаниями. А вы ни хера не делаете, сидите, вот это яйца чешете и голосуете за всякую хуйню, которую вам предложат. Папа, папа, а что такое карма? Ну, как тебе сказать, сынок? Карма, если карма, это вот, например, ты насрал в лифте, а лифт застрял. О! Ай, дорогие друзья, казалось бы, совсем недавно еще был молодой, красивый, блондин, с голубыми глазами. А теперь хотите увидеть? Смотрим. Знаете, сегодня сон такой ночью приснился. Вот, знаете, сам сон не помню, но, наверное, что-то очень интересное, потому что проснулся подушка без наволочки. Папа, чтобы отучить своего сына играться со спичками, ударил его три раза огнетушителем по спине. Как-то раз Вовочка упал с третьего этажа головой вниз, но ему повезло, он головой упал прямо в подорожник, поэтому пока очнулся, все зажило. Валерчик, ты помнишь, мне посоветовал на зиму окна заклеить? Ну, теперь тепло? Теперь темно! Идут дорогой две бабы сенокоса, и тут сзади их на большой скорости проезжают два мужика на скейтах. Одна, другая говорит, Никифоровна, а чего это они на каких-то досках и без головы? Вторая говорит, ну, не знаю, Кузьминична, ну, ты на всякий случай косу на другую сторону переложи. Четыре часа длилась тонкая микрохирургическая операция. И, наконец, доктор Айболит сказал, ну что, Камарик, теперь ты здоров, так что лети и больше не ломай свое крылышко. Буквально через минуту. А ты, тварь неблагодарная, а! Пассажиры поезда Москва-Воркута вдруг что-то заподозрили неладное, когда увидели, что по вагону поезда проходит Стивен Сигал. Жена призналась мужу, что пока он был на рыбалке, она ему изменила. И он тут же исчез на неделю где-то. Через неделю правый глаз ее стал потихоньку открываться. Мужик сидит, разгадывает кроссворд. Говорит, прикинь, нормально, слово из пяти букв. Буквы, которые есть в слове ПЗДА. Жена подумала, говорит, запад. Ну и точно. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Хотя очень много хотелось бы вам еще рассказать. Но оставим это на завтра. А вы не забывайте подписывать своих друзей, знакомых, родственников и так далее. Да, и не забывайте нажать на колокольчик, для того, чтобы мы с вами встретились завтра. Ну и комментарии. Ждем комментариев, а как же иначе. Потому что призы ждут вас. А на сегодня пока.